На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. Витаемо всех, кто прагнет зараблять больше, кто прагнет больше грошей. Это психология грошей на бизнес-радио в студии Геннадий Палашов. И Виктория Светлова. Почему среди украинцев людей с предпринимательским настроем гораздо меньше, чем среди, скажем, американцев или европейцев? Все дело в нашем прошлом. Вот такой психоанализ нашей нации постараемся провести сегодня. Заколдованные мальчики и девочки Украины. Наша тема. Мы будем говорить не о предприимчивости, а скорее об успешности. И как прошлое помогает быть успешным или не быть. Потому что многие люди говорят, передается ли этот ген по наследству, зарабатывание денег или быть успешным. Потому что не только зарабатывание денег делает нас успешными, но это и удачная карьера, и хороший талант, который вы продвинули. В общем, многие вещи делают нас успешными, помимо денег. Но эквивалентом все равно будут деньги, потому что мы говорим все время про деньги. Так вот, сегодня мы поговорим о заколдованных мальчиках и девочках Украины. Ну и России, потому что мы сейчас подключились уже к Ютубу. Вещание нашей радиопрограммы начинает выходить на Ютуб. Теперь у нас радиовидеопрограмма. Да, это видеорадио, да. Да, можно смотреть на Ютубе, набирайте. Что нужно набирать? Психология денег, да? Психология денег, стресс-шоу или Балашов Геннадий, там оно как раз и выйдете. Будем вещать оттуда, и вы будете видеть картинку, как это происходит живую. Может быть, мимику будет оно лучше восприниматься. Вообще мы планируем выходить и в онлайн вещание в скором времени, чтобы как бы в живом времени шел видеосигнал. Но пока это наши планы. А сегодня мы поговорим о заколдованных мальчиках. Каким образом родители заколдовывают своих детей, и они потом живут очень маленькими и мелкими? Так вот, есть такая сказка про путешествие Нильса на гусях. То есть вы помните эту сказку. Был великолепный мультфильм. И там такой сюжет, вот для молодежи, кто его не видел, что маленький мальчик дразнил гнома, задирал его все время, стрелял в него из рогатки. И в конце концов гном сильно разозлился и заколдовал его, сделал очень маленьким. И Нильс, чтобы спастись, он не мог появиться перед родителями таким маленьким. И он прыгнул буквально на гуся. И значит, на этом гусе он путешествовал вместе со стаей гусей. И он последовательно совершил ряд великолепных подвигов. Вначале он там освобождал город от крыс. Потом он спасал стаю. А потом, когда нашел гнома, тот сказал, я тебе так сильно заколдовал, что тебе там надо еще многое сделать. И вот он ряд последовательных действий. И в конце, в конце он спасает своего друга Мартина. То есть вот этого гуся, которого хотели родители убить, ну, сварить в супе, когда они его поймали. И он спасает его ценой своего, то, что гном ему говорит, ты останешься маленьким, если ты спасешь гуся. Они должны тебе его накормить своим другом. Ну, вот он пошел на то, чтобы спасти гуся, он его выпустил. И тогда он стал большим. Так вот, чтобы стать большим, надо расколдоваться. А у нас катастрофа произошла давно, еще в 17-м году, когда убили целое сословие. И убивая и изгоняя это сословие с территории Украины, России, Белоруссии, там, где был Советский Союз, мы потеряли своих предков. И наши родители нам часто не рассказывали о своих предках ничего. Мы ничего не знаем о них, особенно о дореволюционном прошлом. И получается, что у нас... И часто ругали это прошлое, потому что оно действительно было не очень хорошее, и довоенное, и военное. И в результате мальчики и девочки Украины, когда проснулись в центральноевропейской стране, вдруг они оказались мелкими, маленькими, вот как тот самый Нильс, проклятый гномом. На самом деле они не маленькими проснулись, с ростом, а они проснулись как бы с мелкими поступками, которые не позволяют им ставить великие глобальные цели. И они буквально из-за того, что куция прошла, они не могут верить в великое будущее. И это в результате получается, что только единицы прорываются, и, веря буквально в свои силы, проделывают этот великолепный путь того самого гнома. Не гнома, а Мартина, который путешествует на кусях. Вот этот ряд в этой сказке буквально методика стать успешным, ряд последовательных действий. А мы снова в эфире. О заколдованных мальчиках и девочках Украины мы говорим сегодня. Кстати, вот еще что в этой сказке примечательно, на мой взгляд, это то, что вначале было некое наказание за какой-то проступок. И вот это наказание, оно лежит в подсознании, наверное, тех поколений, которые постарше, это однозначно, и многих даже, кто помоложе. Вот это еще с Советского Союза, наверное, идет, что вот шаг влево, шаг вправо. Расстрелы, очень строгое воспитание, в очень строгих рамках, за которые нельзя было выходить. Дело в том, что нет опоры. Когда человек ставит себе великое будущее, у него должна быть опора, состоящая еще из прошлого. А когда дети говорят о том, вот я людей часто спрашиваю, кем были ваши предки там не 50 лет назад, а 200-300 лет назад. И вот большинство наших граждан отвечают, крестьяне, ремесленники или никто. То есть, а потом начинаешь задавать вопрос, мы говорили тут на радиопередаче, как-то, а какой ваш там памятник будет. И тоже говорят, развеять по ветру, там, что-нибудь такое, простенькое. И никаких особых знаков, ну, великих вещей они не говорят. Так вот, когда не вспоминали предков, в чем там заключается все такое? Что заколдованность заключается в том, что вы отказываетесь от великого прошлого. И вот этот отказ от великого прошлого не дает вам старт на будущее. И вот в своей книге я, кстати, написал о том, что вы даже должны придумать себе прошлое, иногда заменить вот то куцое прошлое. Пусть вы будете незаконно рожденный ребенок, но короля. Да, пусть вы там воспитывались в сложных условиях, вас выкрали с богатой семьи, но вы должны себе присовокупить великую историю. Вот я даже в книге как бы сыну придумал такую историю, что он там потомок Цезаря и Клеопатры, и дописал это в книге. Он, конечно, вначале возмущался, но потом я посмотрел, как он начал ходить. Через какое-то время он принял то, что это уже написано, это неизбежность. И он подумал, а может быть так оно и было. Почему бы и нет? Поэтому, когда вы себе начинаете формировать вот это великое прошлое, это опора. Когда вы сын князей, вы уже не можете вести себя как простолюдин. То есть у вас меняется ментальность подсознательно. Поэтому расколдоваться, но расколдоваться необходимо совершать подвиги, потому что если вы назвались с великим прошлым, вам надо к нему еще прийти, как бы через будущее. И вот Нильцу как раз и приходилось добиваться будущего через ряд подвигов. И истребление крыс, и остаться в шляпе перед королем, и освободить город. То есть это очень много вещей, которые мы на самом деле делаем в жизни. И вот все герои проделывают именно этот путь. Они перемещаются в пространстве и времени, они идут на какие-то жертвы, и в конце концов они делают смелый поступок, и в конце концов они становятся великими. Поэтому вот это прошлое подстегивает к великим поступкам и, соответственно, формирует картинку будущего уже непростую. И тогда появляется новый памятник. То есть вы в своем воображении получаете памятник, там не просто надпись от любимой жены и детей, и все, а от благодарного народа, или от людей, которым ты сделал очень хорошо. То есть вот эти очень важные вещи, они как раз и расколдовывают людей. А у нас большинство людей заколдовано, поэтому расколдоваться надо себе иметь хорошее прошлое. И вот я вот всегда переживал, что Ющенко, когда пропагандировал вот это куцкое прошлое, ну остановивших там на казацкой славе, трагичное часто, вот это голодомор, оно на самом деле, вот представьте себе, как целую нацию заколдовывают голодомором. На самом деле надо опираться на киевских князей, на великосветское общество в центре Европы, которое образовалось тогда, и как бы у нас есть какие-то воспоминания, и это не связано никак с историческими реалиями. Это совершенно не важно. Важно, как мы ощущаем этих великих князей, и как они с нами связаны. Так вот, они должны быть с нами связаны родственными узами. Мы все потомки киевских князей. А как потомки киевских князей должны вести себя в настоящем? Да, безусловно, ставить великие цели. А какие великие цели? Ну, конечно же, быть самым процветающим народом Европы. Да, это уже совершенно другой взгляд на жизнь получается. Да, а раз вы собираетесь стать самым процветающим народом Европы, а что вам надо сделать на своей территории? И вот здесь, конечно же, всплывает. Освобождайте от налогов и делайте всю территорию безналоговым раем, чтобы сюда хлынули капиталы. Вы в кратчайший срок станете богатым народом и достойным. И тогда вы объявите дамы-аристократы. Вот как Монако. Они не платят налогов. Маленькая страна, но самая богатая в Европе. Почему? Потому что они княжество. Они княжество Монако. У них великолепное прошлое, великолепное будущее. И мало европейцев вы встретите, которые скажут, мои предки были крестьяне. Они все там придумывают себе. И потом аристократия все равно передается. У нас, к сожалению, в 17-м году вырезали всю аристократию. Мы потеряли вот эти корни. Царя нельзя упоминать, дворя нельзя упоминать. Мы остались без никого. А в результате теперь мы не можем сформировать великолепную картинку будущего. И появляются такие куцы и лидеры, которые друг друга ругают, склочничают. А на самом деле великой цели поставить не могут. Потому что они не могут и не хотят, наверное, ее сформулировать. Однако не случайно, я думаю, многие богатые люди начинают интересоваться своим генеалогическим древом, искать далеких предков. Видимо, это помогает им. Гербы создавать. Это очень важно для человека, который получил много денег, но иногда даже не заслуженно украв сотню миллионов долларов, тут же рисуется герб. Это важно. Психология грошей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова